Здравствуйте, дорогие ребята! На предыдущих уроках мы много с вами говорили об морфологических, фонетических, грамматических признаках прилагательного, говорили об их синтаксической роли, анализировали правильное орфографическое написание этой части речи. Настало время поговорить о роли прилагательного в тексте, потому что текст, как вы знаете, самая крупная единица языка. Прилагательные в тексте выполняют различные роли. Во-первых, они могут употребляться для того, чтобы выделить нужный предмет из ряда однородных или однотипных. Декабрьский день короток. Без таких прилагательных, как вы понимаете, в тексте нельзя обойтись, потому что они уточняют значение существительных, как бы мы поняли, о каком дне идет речь. То есть они позволяют точно обозначить предмет. Во-вторых, прилагательные в тексте помогают нарисовать живую картину действительности, представить детали событий, как зримые картины. Чаще всего такие прилагательные употребляются в художественном тексте и стоят в переносном значении. Также прилагательные в тексте имеют оценочный характер, помогают автору выразить свое отношение к предметам, о которых он говорит. Прочитаем текст. К середине июня ярко и пышно расцветают луга. Маки, колокольчики, купальницы мы их называем цветом, звездочки, гвоздики и просто цветы. Скажите, пожалуйста, получилось ли у вас яркая, светлая, как сейчас говорят, вкусная картина? Нет. А давайте раскрасим ее, используя прилагательные, которые даны для справок. К середине июня ярко и пышно расцветают луга. Нежно-розовые, махровые маки, синие колокольчики, ярко-желтые купальницы, мы их называем лазоревым цветом, малиновые звездочки, гвоздики, фиолетовые, бурые и просто белые цветы. Посмотрите, какая яркая, живая. По-летнему теплая картина у нас получилась. Прилагательные помогли нам ее раскрасить, сделать радостной. Для вас это, наверное, будет удивительным, но прилагательные используются не только в художественной, но и в научной речи. Например, в биологии многие термины, обозначающие названия растений. Крапива двудомная, семейство бобовые, подсолнечник однолетний. На уроках русского языка при синтаксическом анализе предложений мы используем прилагательные для обозначения вида предложений. Давайте выполним синтаксический анализ предложений и вспомним прилагательные, которые называют термины для анализа. Сосны недвижны на острове, словно в димном краю. Тихие волны лепещут любовно сказку свою. Сосны недвижны на острове, словно в димном краю. Это предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, полное. Тихие волны лепечат любовно сказку свою. Это предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, полное. Обратите внимание, в этом предложении используется обратный порядок слов или иными словами инверсия. Итак, мы с вами полностью прианализировали предложения, используя для анализа только прилагательные, которые являются терминами. Вы уже знаете, что употребление имен прилагательных придает речи не только точность и меткость, но и особую выразительность. Не случайно, например, в художественных описаниях природы или в описаниях внешности человека, интерьере, каждое четвертое слово – это прилагательное. Слова этой части речи помогают полнее раскрыть отличительные свойства предмета, придать описанию образность, яркость, передать настроение отношения к тому, о чем говорится. Особую выразительность художественной речи придают прилагательные, употребленные в переносном значении. Море спокойное, изумрудное, веселое, капризное, ласковое и т.д. Как правило, такие имена прилагательные бывают эпитетами, т.е. красочными, образными определениями. Прочитайте словосочетания. Что объединяет прилагательные в них? Правильно, они употреблены в переносном значении, т.е. перед нами эпитеты. Мы можем составить с ними предложение. Это будет выглядеть примерно так. «Меня разбудил стеклянный звон дождя. Зеркальная вода озера отражала деревья. Молчаливый лес терпеливо ожидал наступления зимы. Сонный туман растелался в низинах ранним утром. Хрустальная чаша озера сверкала в солнечных лучах». Запишите текст, употребляя прилагательный в полной форме. Вот что у нас получилось. У каждого дерева свой вид. Сосна стройная, береза кудрявая, ива развесистая, дуб могучий, осина трепетная, ель величавая. Но лес – это тысячи тысяч деревьев, и встречаются в лесу деревья удивительные, на свою родню непохожие. Обратите внимание, что при описании деревьев автор использует постоянные эпитеты. Эти эпитеты сопровождают существительное постоянно. Чаще всего мы можем встретить их в народной поэзии. Это такие слова, как береза кудрявая, дуб могучий. Дорогие ребята, на этом уроке мы подробно познакомились с изобразительно-выразительными свойствами прилагательных. Мы узнали, что слова этой части речи употребляются не только в художественном, но и в научных текстах. Но на этом мы с вами заканчиваем. Изучение имен прилагательных.